Данила Прохоренко Данила Прохоренко Данила Прохоренко Данила Прохоренко области, также президент Лиги Челленджер Селекшн. Это наш проект, который берет свое начало с 2019 года. Проект Лиги, то есть вообще идея создания Лиги. И соответственно в рамках создания Лиги, в рамках всех наших моментов, которые мы рассуждали, думали, как это должно выглядеть и так далее, родилась идея создания проекта в виде кемпа, в виде учебно-тренировочного сбора и так далее. Но если говорить по порядку, в 2019 году мы провели очень крупный международный турнир на территории Тверской области в спортивном комплексе «Юбилейный Киеван Максимум». То есть это был международный проект, в котором наш тверской спортсмен боксировал за званием чемпиона мира среди профессионалов по версии WKF. Также мы в рамках этого международного турнира провели четверку, в которой участвовали несколько спортсменов. Точнее четыре спортсмена. Спортсмен из Чехии, спортсмен из Австрии и два тверских спортсмена. В то время это был Кирилл Васильев и Юрий Затов, которые отстаивали, боролись за выявление победителя в рамках четверки. Окунаясь в историю, в то время у нас парень защищал звание чемпиона мира. Не защищал, а отстаивал, как-то претендовал на звание чемпиона мира. Среди профессионалов это Малафеев Александр. Он боксировал с немецким спортсменом, Андерс Бастерн, как-то фамилию не очень помню. Ну и соответственно он тогда победил, забрал пояс чемпиона мира. И так у нас в Твери появился первый чемпион мира среди профессионалов по версии WKF в самом жестком разделе кибоксинга К1. Соответственно спустя какое-то время у нас настигла нашу страну пандемия, грубо говоря, на паузе были любительские мероприятия, общественные мероприятия, точнее общественно любительские и профессиональные в том числе. Вынашивали с Арсеном Агасяном, с моим партнером, грубо говоря, следующий этап развития Тверского кикбоксинга, и выносили идею о создании юниорской лиги кикбоксинга. То есть пандемия все-таки на пользу, сказалось, да? В этот момент, когда все было затихло и приостановилось, новый этап сейчас по сути у вас появился. Да, по сути тогда появился новый этап, когда мы пришли к тому моменту, что мы подумали о создании лиги, юниорской лиги кикбоксинга. Почему юниорской? Потому что это тот сегмент, тот пласт людей, спортсменов, которые не особо интересны, потому что они еще не взрослые, потому что они еще не чемпионы и так далее. Это всего лишь победители, финалисты первенства в России, кубков России. На них, как правило, меньше расставляется акцент. Поэтому подумали, что заняться поплотнее этим пластом. Тем более в нашей стране существует много промоушенов, достаточно много промоушенов, которые занимаются взрослыми. Мы решили взять этот возраст, 18-21 год. Документально это взрослые, но по факту это старшие юниоры, так называемая молодежка, которые решили поработать. Так мы, грубо говоря, как инструмент выбранный для себя и обозначили это лигой, юниорской лигой кикбоксинга. Возраст 18-21 год и, соответственно, лига, потому что в последующем мы планируем масштабировать свои мероприятия, которые проводим. Будем проводить турнирную сетку, а также попробовать осуществить то, что не делают во многих, в нашем виде спорта кикбоксинга нет рейтинговой системы. То есть, грубо говоря, мы хотим задать основу и положить основу рейтинговой системы, в принципе, кикбоксерской рейтинговой системы вообще в рамках нашей страны, соответственно, в рамках России. Поэтому все эти моменты мы активно обсуждаем с Федерацией кикбоксинга России, непосредственно с Генеральным секретарем Федерации кикбоксинга России Филатовым Владимировым, то есть с Бату Хасиковым, это наблюдательный совет, глава наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России. И, соответственно, работаем такой, хотим, чтобы любительская часть нашей истории превратилась немножко в профессиональную часть. Я говорю про Тверь, потому что здесь, в Твере, мы сделали все, что нужно. Мы активно участвуем и проводим большие любительские мероприятия и чемпионаты первенства Центрального Федерального округа, мы проводили раз шесть или семь, наверное. Соответственно, как бы два крупных профессиональных турнира сделали, реально крупных. То есть одна в 2018 году, мы использовали одну из больших площадок, это цирк, и вторую, самую большую площадку на тот момент, да и сейчас, это Ледовый дворец, соответственно, в 2019 году. Сейчас переключились на вопрос и на работу с Лигой. Сейчас только вот это крупное мероприятие, крупное про это только предстоит. Я так понимаю, он осенью у вас стартует, это 10-дневное событие для всех спортсменов. Расскажите о нем, что оно из себя представляет? Ну, я, да, расскажу в двух словах, ну, не в двух словах, как получится. То есть, ну, основной момент это, да, это кэмп, ну, всем понятно, что это такие, как, ну, лагерь, да, сборы. Это, в принципе, ну, полноценные сборы для спортсменов. Вот, будут проходить они у нас тоже на территории Тверской губернии. У нас, Данил, есть, ну, и как бы единственный, наверное, участник потенциальный будет из Твери. Так у нас, в принципе, охвата это вся Россия. Со всей России у нас будут ребята. Это все ребята, все титулованные. Они все у нас являются, как минимум, призерами кубка или чемпионат первенства России по кейбоксингу. И в течение 10 дней будем заниматься тем, что, в принципе, весь их тренировочный процесс, быт, ну, и много другого интересного будет все, ну, сниматься, монтироваться. И из этого всего получится такой 10, ну, из 10 серий, как реалити. Ну, с монтажом, понятное дело, да, это не в прямом эфире все будет. Вот, ну, такой, как сериал на основе реалити. Вот, помимо этого, ребята, так как, вот, Олег Николаевич Корнилов, да, сказал, что молодежь у нас в основном, помимо того, что, да, неинтересно промоушенам, серьезным, еще почему? Потому что не хватает медийной составляющей. То есть, да, ребят мало знают. Мало знают именно в кругах, не вот, как бы, профессиональных, да, спортивных кругах, а вообще. Вот, поэтому мы будем их учить, помимо, как бы, тренировок по кикбоксингу все эти 10 дней, их мы будем учить также блогингу, ораторскому искусству, актерскому мастерству, то есть, для того, чтобы они правильно умели держаться на камеру, могли вести свои соцсети, ну, или не сами, ну, хотя бы, ну, понимали, что такое вообще вот медийная составляющая. Вот, и как пользоваться медиаплощадками. Мы сейчас вынуждены прерваться на рекламу, и обязательно продолжим об этом разговор после нее. Еще раз здравствуйте, в эфире программа «Тема дня». Мы сегодня говорим об уникальном для Тверского региона проекте «Cellenger Selection». Итак, мы уже затронули тему о том, какая программа будет организована для спортсменов. Вот давайте более продолжим, что она себя будет представлять. Да, ну, как я сказал, да, то есть, тренировочный процесс, ну, это просто мастхав, да, как бы, это сборы, спортсмены, то есть, у них это основной момент, это тренировки. Вот, помимо тренировок, как я уже сказал, да, мы будем делать акцент на то, чтобы немножко ребят подразвить именно в плане их медийной составляющей, то есть, чтобы они умели держаться на камеру, там, вести соцсети, то есть, понимали вот в этих моментах, да, что это важно, потому что для того, для профессионального спортсмена, для профессионального, для вообще, в принципе, любого профессионального спортсмена, это очень важная составляющая. — Как правильно себя вести на публике? — Конечно, на аудитории, да, как держаться на камеру, то есть, да, как, там, давать интервью, вообще, в принципе, это, на самом деле, очень большая проблема, то есть, я, как человек, который, в принципе, иногда занимаюсь моментами тоже, да, там, со спортсменами работы в плане их профессионального развития для того, чтобы заснять какое-то интервью с любым спортсменом, это... — Чаще всего «да-нет». — Достаточно тяжелый процесс, иногда даже не то, что «да-нет», там иногда даже «да-нет» тяжело вытащить. — Можно я дам пример даже, ну, скажу в этом отношении, у нас была ситуация, у нас один из спортсменов, высококлассный спортсмен, то есть, ну, выступал на промоушене «ФКРПРО», да, то есть, это один из мощнейших сейчас промоушенов, кейбоксинге, который организуется под патронажем, организуется под патронажем Бату Хасикова, Камила Гаджи, вот, у нас один спортсмен отобрался, должен был боксировать и боксировал в Красной Поляне, то есть, ну, грубо говоря, большой там, центр, там, ну, все это было под эгидой РЕН-ТВ «Бойцовский клуб», то есть, ну, большой вот этой вот телевизионной структуры, медиа-структуры. Ну, и, соответственно, его бой, там, предшествовали все интервью, там, еще что-то, то есть, вот мы столкнулись с такой ситуацией, когда человек, который просто выходил и показывал хорошие результаты, после, там, четырех дней работы с медиа, вышел, показал не очень хороший результат, потому что, ну, ситуация его просто выкосила от того, что сначала интервью, пресс, вот эти всякие пресс-конференции, еще там что-то, и человека просто выжили, и человек уже вышел боксировать, фактически, там, потеряв, там, 40-30% своего, грубо говоря, вот этого спортивного состояния, которым запал. Поэтому надо готовить и в этом направлении, да? То есть, если говорить, там, современным языком. И, соответственно, момент еще просто вот все это пережить, условно говоря, эмоционально, для того, чтобы выйти и, ну, красиво отбоксировать, результативно отбоксировать. У нас есть звонок в студию, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день. Вы знаете, у меня дочка подрастает, и мне вот, если честно, очень интересно, можно ли отдать девочку на кикбоксинг? Или это, ну, вот чисто для мальтистов? Спасибо. Как будто хочется. Спасибо вам за вопрос. Ну, здесь, наверное, отвечу я, как президент Федерации кикбоксинга Тверской области. Кстати, я хотел бы анонсировать ситуацию, уже к слову, сейчас я отвечу на вопрос. Это позиция, потому что в этом году мы прошли уже для нас, наверное, четвертый процесс аккредитации или пятый, да, и у нас была смена, ну, структурная смена названия. То есть мы на данный момент все Федерации кикбоксинга России, как субъекты, перестали быть федерациями автономными. То есть мы стали членом одной большой команды в лице Федерации кикбоксинга России, и теперь мы называемся Тверское отделение Федерации кикбоксинга России, да, то есть, грубо говоря. Для нас это, конечно, не укропнение, но у нас уже была такая история, там, лет 10 назад, наверное, мы уже были отделением. Вот, и сейчас я просто хотел об этом сказать, что да, теперь официальный кикбоксинг в Тверской области, это Тверское региональное отделение Федерации кикбоксинга России. То, что касается вопроса нашего телезрителя, да, то есть это, что касается девушек, да, то есть и кикбоксинга. Заниматься, конечно, можно, прийти, конечно, могут, начать заниматься могут. Вот, у нас есть примеры, мы берем в секцию девушек, некоторые наши тренера, преподаватели не против то, что они занимаются, хотя я, как президент Федерации, всегда, конечно, за то, чтобы спорт был массовым, но не всегда разделяю родительскую ситуацию по поводу девочек, да, то есть. Все-таки это не женское, получается. Я считаю, что да, это не совсем женское, и считаю, что должно быть все-таки это более мужским видом спорта, но как бы там ни было, мы принимаем девушек в секцию, они могут прийти записаться, то есть их родители могут созвониться, и мы там предложим какие-то условия по занятиям. Но в этом году у нас появилась такая наша звездочка, год назад к девчонкам появилась у нас спортсменка, на которой мы немножко стали делать акцент. Девушка, да? Да, девушка, да, 16, да, менее лет, наверное, у нас 15-16 лет возраст у нее, ну, боксирует по возрастной категории 15-16 лет. Она является спортсменкой нашего тренера-преподавателя Затова Юрия, да, с отделения Мамулина детско-спортивно-юношеской школы, лидер и нашего отделения. Соответственно, как бы вот в этом году она стала финалисткой первенства России, которое прошло в Каспийске, Республике Дагестан, заняла твердое второе место, очень серьезно поспорила с победительницей первенства, я бы сказал, там вообще один-два балла, то есть я лично с Арсеном присутствовали в Каспийске на ее бое, да, то есть уступила, чисто вот не доработала, скажем так. Соответственно, как бы есть потенциальным девушкам или девочкам, которые придут заниматься, да и с Кауна, кстати, там неплохая, там, наверное, человек 6 или 7 девушек занимается. Но это больше исключение из правил, как я понимаю. Да нет, я знаете, как вам скажу, наверное, больше исключение для меня, но с точки меня, как спортивного функционера, я так не могу сказать. Поэтому мы берем, они приходят, они занимаются, но я как человек, который развивает кикбоксинг, да, и тренерам даю какое-то наставление, я всегда говорю так, пришла, выдерживает ритм, остается в спорте. Пришла, не выдерживает ритм, уходит из спорта. Да, физкультуры в рамках федерации кикбоксинга Тверской области не будет. То есть мы не очень массовый вид спорта, потому что у нас есть куча массовых видов спорта, там, начиная, условно говоря, там, от гребли, футбола, там, даже наш вот параллельный вид спорта бокс, да, то есть, грубо говоря, и более массовый, да. Мы все-таки придерживаемся более полупрофессионального подхода, и в нем, я говорю так, любой, кто пришел, может начать заниматься, но мы акцентируемся на спорт. Если вы не спортсмен, а занимаетесь для себя, всегда есть ряд, там, фитнес-центров, фитнес-центров, где преподают тот же самый кикбоксинг, да, но более в лайтовом режиме, который даст возможность, ну, заняться физкультурой. Если мы говорим о спорте, о федерации кикбоксинга Тверской области, мы говорим о спорте, нам нужен результат. Поэтому, да, пусть приходят, есть девушки с кем, ну, общность, она создана, они есть, в нескольких отделениях у нас есть неплохой коллектив женский, кто уже занимается, да, а уже как спорт или физкультура, сами решат, когда попробуют на тренировочном процессе показать себя или к чему придет результат. Давайте сейчас опять вернемся к нашему проекту, да, Challenger Selection Camp. Вот вы говорите, что это будет такой уникальный проект на территории нашего региона, принять участие в нем может далеко не каждый. Этому предшествует определенный отбор спортсменов. Вот расскажите, как вы выбираете тех людей, которые смогут в нем, так скажем, проявить себя? Ну, во-первых, скажем так, что изначально и не изначально, а до сих пор наш основной посыл, эта лига не является твердским продуктом. То есть, условно говоря, мы, это прицел на всероссийское признание и на всероссийское движение, да, именно на территории России. И, соответственно, то, что в нашей лиге сейчас есть претендент, претендент, скажем так, в виде Данила, это результат отбора. Его могло бы не быть, если бы он уступил бы, да, то есть проиграл бы и не было бы тверских, в принципе, там вообще. Потому что на данный момент и изначально посыл был следующий. Всероссийская юниорская лига. Именно Всероссийская юниорская лига. Соответственно, отбор на нее осуществлялся и в призму всероссийских турниров, которые определены были совместно с Федерацией кикбоксинга России. Это Всероссийский турнир в Ростове-на-Дону, в Нижнем Новгороде, в Орле и в Твери у нас бросающий вызов. Он не имеет статуса всероссийского турнира. Несколько раз он у нас имел этот статус. Но отбор проходил здесь, можно сказать, в рамках межрегионального турнира, потому что мы это сделали. У нас был хороший состав, условно говоря. И отбор также проходил в рамках Кубка России и Первенства России. Возраста поздние 17 лет и 21. То есть, это 2006 год и 2003 год. Вот такой вот развод. Результаты, грубо говоря, первенства России 23-24 года. Также всероссийских турниров. То есть, соответственно, сейчас сформирована файт-карта того же самого Кэмпа. Он состоит из спортсменов Саратова, Перми, Краснодара, Тверской области, Московской области. То есть, соответственно, это не просто география ЦФО. Это география общероссийская. И это цель и задача. Цель и задача – это селекция. Цель и задача лиги. Цель и задача Кэмпа – это дать начало лиге. То есть, вот такую цель мы для себя поставили. То есть, начало лиги – это результаты Кэмпа. Поэтому ту задачу, которую ставит перед собой руководитель проекта, директор лиги Арсен, то есть, грубо говоря, это прежде всего набрать ребят, которые станут основой лиги. То есть, получается, достижения нашего спортсмена Данилы Прохоренко, они тоже дали ему возможность потенциально стать участником, претендентом на участие в этой лиге. Я поправлю. Мы не дали ему возможность. Он ее сам взял. Данил, давай поговорим о твоем профессиональном пути. Во сколько ты лет вообще пришел в кикбоксинг? И, насколько я знаю, у тебя уже много высоких достижений, много наград. Расскажи о себе. В кикбоксинг я пришел 8 лет, с 8 лет начался, так скажем, мой путь тренировочный, соревновательный. И, соответственно, медленно-медленно-медленно шли и вот пришли к такому, можно сказать, значительному мероприятию. Сколько тебе сегодня лет? 19. 19. То есть, ты уже порядком занимаешься много. Вот сложный этот вид спорта. Какие качества он в тебе воспитал за все те годы, которые ты ему посвятил? Дисциплина. Дисциплина – это самое основное. Это характер. То есть, этот спорт очень сильно воспитывает характер. В целом, кто занимается – это характер, дисциплина. Самые такие вот два качества. Ну, поделись с нашими телезрителями своими профессиональными достижениями, наградами, званиями. У тебя их действительно немало. Я являюсь победителем Центрального федерального округа. Потом призер Кубка России. Призер Кубок Петра. И призер Кубок Сталинграда. Какое соревнование стало для тебя самым таким важным, которым ты гордишься? Я не смогу так вам ответить сразу. То есть, каждый по-своему, да? Ну, каждому готовишься и отдаешься по максимуму. Поэтому каждое мероприятие, оно для тебя самое важное. Ну, я считаю, как тренер Прохоренко. Вы его тренер? Ну, да, скажем так. Ну, не скажем так, а это мой спортсмен, скажем. Вот, он говорит, там, призер Кубка России. Ну, он не призер Кубка России, а финалист Кубка России. То есть, он стал вторым. И для него Кубок России он был в этом году. Да, в Казани он проходил. В Казани. В Казани. В том году. В том году в Казани. В Казани, да. И проиграл он тогда Белорусу. Он там, Кубок России, он уже такой смежный со странами ШОС был. То есть, я думаю, я лично, как тренер, и Данила Прохоренко, я могу отметить такую ситуацию, что это, наверное, для него такое значимое событие. Потому что он тогда уступил в финале Белорусу. То есть, получается, в одном шаге был от победы. Ну, в одном шаге от победы. Во-первых, был там сложный, и отбор был сложный. То есть, сложные поединки достаточно. И это именно уже такое, можно сказать, раньше бы это сказали международное событие. В связи с нынешними событиями, это, как я не знаю, белорусы наши друзья, условно говоря. То есть, по-ответственно, сейчас это все в рамках ШОС, наверное, в рамках, не знаю, рассматривают. То есть, это хороший тогда поединки показал, причем и в финале, где уступил по очкам и так далее. Соответственно, здесь я его хочу отметить. Поэтому такие дела. Ну, вот Вы уже говорили о географии участников Вашего проекта. Она достаточно обширная. Сколько всего будет ребят присутствовать на вот этом событии? Да, давайте немножко тоже в продолжении про отбор. То есть, у нас, получается, четыре весовые категории. В каждой из этих четырех весовых категорий у нас формируется четверка. То есть, четыре человека, которые попадут в сам кэмп. То есть, в общей сложности это 16 человек. На данный момент у нас происходит как раз этап доформирования. То есть, мы отобрали в каждую весовую категорию не по четыре человека, а по пять-шесть человек. Дальше мы делаем это, ну, дальнейший отбор при помощи голосования. То есть, и благодаря этому голосованию у нас формируются четыре, не четыре претендента, а уже четыре человека в каждой весовой категории, которые пойдут уже на сам кэмп. То есть, в общей сложности это у нас получится 16 человек. По приезду эти 16 человек у нас бьются на две команды, по восемь человек. И немножечко тоже, как бы приоткрывая завесу, их ждут также и командные испытания. То есть, ребят на самом кэмпе, их ждут командные испытания. То есть, вот эти вот команды между собой будут соревноваться, даже, может быть, не совсем, скажем так, близких к единоборствам и даже не совсем спортивных, на самом деле, таких состязаниях. То есть, не каждый сам за себя, как на ринге обычно. Да, да. Мы вот хотим вот именно добавить еще вот этот момент. Также будет периодически перетрубаться коллективов, так как у нас четыре четверки. То есть, состав команд по восемь человек, он будет периодически разбиваться, да, обменяться. То есть, иногда одна четверка со второй, иногда первая четверка с третьей, потом первая четверка с четвертой. Также мы будем добавлять для ребят испытания, которые больше, точнее, совсем уже практически не подходят для боксеров и боксеров в общей своей массе, да. Это немножко так для разрыва шаблона. То есть, это будет касаться их интеллектуального развития. Ну, это все в рамках реалити, это мы сейчас не будем, наверное, рассказывать, потому что надо будет смотреть это, это будут интересные вещи, которые не свойственны, в принципе, даже многим реалити, да, то есть, которые есть вообще в поседневной нашей какой-то жизни. Да, то есть, у нас, как бы, акцент будет на том, не акцент, а, как бы, ну, как бы, одна из фишек нашего проекта, это в том, чтобы ребята между собой соревновались не только в том, как они умеют драться, а по геям всего, конечно же, мероприятия, то есть, 10 дней, да, у них сборы, в конце будет турнир. На этом турнире они уже будут драться по нашим правилам, вот, с Олегом Николаевичем Корниловым тоже два года разрабатывали правила, которые будут свойственны только нашей лиге, которые, опять же, направлены на то, чтобы сделать турнир максимально зрелищным для зрителей. В принципе-то, ребята приехали, да, для того, чтобы тренироваться, но и в конце их ждет турнир, где среди, вот, 16 человек определится 8 сильнейших, то есть, да, будет 8 сильнейших. Поединков по два в каждой весовой категории. Дальше, конечно же, ребята получат, ну, развитие, да, и они дальше пойдут выступать уже на более, там, крупных мероприятиях, но, что мы сделали, мы немножечко видоизменили правила кикбоксинга обычно, да, даже профессионального, добавив, видоизменив амуницию, то есть, ребята будут драться не в боксерских перчатках, а будут драться в перчатках для любительского ММА. Вот, и также мы уменьшили количество времени в раунде до двух минут, это будет короткий раунд для того, чтобы сохранить динамику. Уменьшили размер ринга, то есть, будут драться в маленьком ринге, для того, чтобы была больше плотность боя, да, поединка самого. Убрали полностью клинч, то есть, все клинчи, захваты рук, клинчевания, там, мы убрали, но оставили удары коленями, и, ну, которые свойственны, да, разделу К1 в кикбоксинге. И видоизменили оценку ударов, то есть, максимальное количество оценка, максимальная оценка дается за высокий удар ногами. То есть, это для того, чтобы стимулировать более зрелищные поединки, да. Вот, и, кстати, когда вот мы начали, ну, менять правила, тоже столкнулись с тем, что не все ребята, помимо, ну, того, что, да, как бы не все готовы там сниматься, вообще работать на камеру, а также не все были готовы драться вот по таким уже видоизмененным, более жестким правилам. Вот, но мы для чего это делаем? Для того, чтобы зритель, зрителю было интересно смотреть это все. Мы делаем это, прежде всего, для зрителей. Вот, а спортсменам мы таким образом даем возможность на этой медиаплощадке вырасти именно в медийном плане. То есть, тут получается, что, в принципе, выигрыши все и спортсмены, и зрители, ну, и там тренинг, состав, вид спорта в целом, ну, и вообще единоборство, развитие спорта в России тоже, я думаю, что пойдет. Ну, в частности, хотел бы добавить такой момент, да, то, что формирование, вообще формирование, ну, вот этого вот состава, да, то есть, вообще, критерий одного формирования, это было формирование спортсменов из трех разделов кикбоксинга. То есть, если вы знаете, ну, кто нас, наверное, смотрит, наверное, тоже в какой-то степени увлекается кикбоксингом, у нас это порядка шести разделов, да, то есть, самые мягкие разделы, это три раздела, которые работают, это так называемая татами дисциплины, да, это легкие разделы кикбоксинга, и ринговые дисциплины, это более тяжелые разделы кикбоксинга. Вот более тяжелые разделы кикбоксинга с точки зрения, там, активности, там, это фулл контакт, фулл контакт с лоу-киком и К1. Мы в Твери уже очень длительное время пропагандируем раздел К1, это где максимальный набор ударной техники, включая удары коленями, да, то есть, но в данном проекте мы затащили, скажем так, и рассматривали, и результаты спортсменов, которые отобрались и фулл контакт, и фулл контакт с лоу-киком, где правила более, ну, более легкие, да, грубо говоря. Именно для этого мы немножко видоизменили правила своей лиги, чтобы ребята, которые бьют коленями, если говорить о технической части, не могли хватать за голову при ударах коленями. Мы убрали все виды клинчем, так, чтобы уравнять позицию ребят, которые не боксируют с коленями, но хорошо бьют удары ногами в голову, да, и, соответственно, за удары ногами в голову мы делаем, например, оценку, там, 3 балла, а за удар коленом, условно говоря, там, 1 балл. Но при этом убираем захват головы, да, то есть при ударах коленями, как бы выравнивая баланс вот этих вот сил, условно говоря, чтобы география и количественный состав людей-претендентов на кэмпы и участие в лигу, он был больше, условно говоря. Вот здесь вот нужно понимать, что мы активно это делаем не только для того, чтобы отобразить участие, там, или красоту, там, кикбоксинга, или чтобы, там, зрители хорошо смотрели, медийно это было интересно, но еще мы не забываем про спортивную составляющую. Несколько раз в прямом эфире мы тяжело произносим слово челленджер и селекшн, да, то есть, грубо говоря, хочу сразу пояснить, да, что слово челленджер, Арсен и я, мы являемся учредителями спортивного бойцовского клуба челленджер, да, то есть, перевод, бросающий вызов. Если говорить о русской интерпретации, да, то есть, на русском языке, то у нас учрежден любительский турнир, который мы проводим уже больше 10 лет, бросающий вызов. То есть, соответственно, здесь немножко для медийности мы добавили англицизма, да, наверное, это так сейчас слово произносится, или как я, может быть, ошибаюсь, да, грубо говоря, потому что, к сожалению, не совсем еще зритель готов к чисто русским, там, продуктам или российским, там, и так далее, да. Соответственно, я все-таки думаю о том, что со временем, да, то есть, грубо говоря, бросающий вызов, точка, отбор, это будет наш бренд, условно говоря, да, то есть, который будет окончательно вот влит вот в массу с происходящих различных вот наших ситуаций в жизни, да, то есть, грубо говоря. Поэтому сейчас это Челленджер Селекшн Лига Возможностей. Почему Лига Возможностей? Потому что мы хотим дать возможность молодым спортсменам реализовать себя в рамках нашей лиги и их продвижения на бойцовском рынке, да, условно говоря. Это вот основная вот затея, да, то есть, наша с Арсеном. Еще раз я хочу повторить, мы привыкли говорить о том, что кто-то вот создал, вот мы тут поучаствовали в российских там каких-то там бла-бла-бла. Я хочу сказать так, Тверь не хуже, чем Россия однозначно, и мы ряд моментов делаем лучше, чем делают, в принципе, в России многие. Но у кого-то есть процесс, в котором они говорят о том, что вот мы, и если там с Перми кто-то что-то сделал, мы отправляем куда-то в Перми или в Саратов, или там, не знаю, в Владивосток, мы в Твери рассказываем о том, что мы там съездили куда-то, там чуть ли там, не знаю, на Луну не слетали. А я хочу так... Вот теперь вот так от Вики рассказывают. Да, конечно, мы хотим сделать так, чтобы мы понимали, что и мы можем организовывать, и мы можем представить спортсменов, которые там будут быть, ну, запомниться своими выступлениями и так далее. И это будет чисто наш Тверской продукт, который мы сделали, реализовали, и о котором еще разнеслась вот эта вот весть, шумиха, как угодно, да, то есть, грубо говоря, по всем субъектам Российской Федерации. Вот это самый основной момент. Потому что такое ощущение, что очень много в спортивных федерациях мы себя немножко... Недооцениваем. Недооцениваем. Ну да, вот мы там съездили. Не хочу так. Мы привыкли уже, что мы, ну, в кикбоксинге однозначно, вот бокс, ребята тоже сейчас активно, вот Саша Арбузов, да, там, активно мы прям внутрь федерации заходим для того, чтобы о нас знали, о наших школах знали, о наших спортсменах знали, и теперь они будут знать о наших проектах. И это абсолютно нормально. И стремились попасть к вам, правильно? Конечно, чтобы лига была сформирована, да, и лига в последующем давала определенное количество турниров, да, которые будут все зрелищнее и зрелищнее, а, соответственно, медийная составляющая спортсменов и самих турниров, она как можно больше наполнялась. Сейчас вот с Арсеном мы над этим очень плотно работаем. Его знания в рамках вот этого продвижения медийного и мои там практические знания с точки зрения спорта, да, и как мы это видели на протяжении многих лет, пока развивали любительский спорт и участвовали там в профессиональных каких-то моментах. Мы планируем и уже, точнее, мы объединили и надеемся, что наш продукт, он будет популярен и он будет, во всяком случае, значим для всего мира единоборств Российской Федерации и не только, скажем так. Потому что у нас есть друзья и за границей, условно говоря, которые участвовали в наших же проектах здесь в 2019 году, которые активно за этим следят и не всегда будет продолжаться то, как сейчас продолжается эта мировая ситуация, да, и в любом случае вот прицел там вот и Китай, и вот страны Шосс, и страны БРИКС, да, условно говоря, тоже это все муссируется, это все обговаривается, я надеюсь, что мы можем... У нас есть желание, да, продолжить, скажем так вот. Ну да, о своих планах, расскажите. На второй, на третий сезон рассказывать, ну, как бы о планах, сейчас мы пока это сделаем, да, ситуацию, потом уже будем рассказывать о планах, но просто, если так, в двух словах, есть, конечно же, желание и, в принципе, уже некоторые заделы для того, чтобы, вот сейчас вот первый сезон, мы его так назовем, да, на второй, на третий сезон это получит развитие именно уже в таком вот международном формате. Ну вот, я так понимаю, сейчас финальный отбор претендентов, да, вот когда уже будут известны имена, фамилии участников? У нас последний день голосования и отбора, это как раз 29 августа. То есть буквально за несколько дней до самого момента заезда? У нас заезд, в принципе, отбор ребят и приезд их в Москву произойдет 8-го числа, 8-го сентября мы их там, соответственно, встречаем, ну и все, начинаются с этого момента уже съемки, и там с 9-го по 19-го сентября они у нас в кемпе, 19-го сентября турнир, вот, ну и дальше монтаж производства, и я думаю, что в конце, ну, наверное, скорее всего, в октябре, в общем, мы увидим уже результаты планы. Мы еще не говорим об ивенте, то есть основная, ну, один из таких моментов, который мы тоже должны сказать, это ивент, то есть внутри самого кемпа вся история закончится на крайнем дне, когда они отбоксируют в четверках, но если говорить спортивным языком, четверки, первые бои в четверках, это полуфиналы, для кемпа это все закончится, история в фильме, она закончится в реалити, да, скажем так, телевизионном. Дальше спортсмены финала, финала бойцов, это 4 финала, мы выведем в крупный ивент, то есть сейчас достигнуто соглашение с ФКРПРО, это Федератский боксинг России с Камилом Гаджиевым, это либо будет турнир ФКРПРО, который пройдет там в Москве, да, то есть, грубо говоря, либо это будет Кубок Лотоса, также турнир Федератский боксинг России в Калмыкии, да, где мы презентуем свою лигу, но сумеем ли мы там попасть под сроком, успеем ли, да, здесь уже такой момент, потому что не от нас все зависит. Но соглашение о дальнейшем выведе победителей полуфинала в финалы презентации правил лиги и презентации самих спортсменов, да, хотя их знают в любительском сообществе, то есть первые номера сборной команды России по факту, то есть первые, вторые номера. Но с точки зрения профессионалов для них это будет, ну, для многих будет даже дебют, хотя некоторые там ребята у нас есть отобранные, которые активно боксируют и по профессионалам в том числе. Можно еще один момент, я просто уточню по поводу лиги и просто говорить по поводу медийной составляющей и по поводу спортивной составляющей. Вот основная задача и что мы хотим решить и будем стараться максимально, чтобы у нас это получилось, это, конечно же, решить момент именно вот этого перекоса. Вот если сейчас вот ребята, которые слезят за единоборствами, они видят, что очень много происходит такого, ну, какого-то грязного хайпа, да, вокруг, даже, я бы не назвал этих людей спортсменами на самом деле. Многих, многих, да, есть спортсмены, конечно, да, но многие являются не спортсменами, но очень хорошо умеют там висеть себя на камеру, хайповать, там, говорить, ну, какие-то вот вещи, выкрикивать там, ну, не будем просто там повторяться, кто в теме, тот знает. Вот наша основная задача именно решить вот это вот противоречие, что вот ребята все-таки спортсмены, и они все-таки спортсмены профессиональные, то есть, да, которые достигли каких-то определенных результатов, но при этом добавить им медийности. Они начинают от обратного, как иногда двигаются некоторые промоушены, ну, это опять же их право, это, ну, тоже, да, как вариант развития, начинают с медийной составляющей, то есть, человек умеет вести себя на камеру, там, говорить определенные там вещи, моменты, вот, ну, и, соответственно, там, чуть-чуть драться, и уже он уже в лиге. В нашей лиге все-таки мы как раз, да, вот по названию, да, selection, да, селекция, то есть, мы все-таки за то, чтобы ребята были изначально спортсменами, а медийную составляющую мы уже им постараемся дать. Вот, Данил, расскажи, пожалуйста, насколько вот тебе вообще важна и почетна такая достаточно миссия досталась, да, участвовать в этом, претендовать на участие в этом проекте? Волнительно тебе, тревожно, потому что это теперь не просто поединок, но это теперь еще и, как оказывается, реалити-шоу, то есть, это выходит немножко за рамки спорта? Ну, на самом деле, задачу поставили, задачу будем выполнять, готовиться к всему будем. Ну, это будет интересный опыт для тебя? Конечно, интересно, это впервые будет. Ты вот насколько ждешь, ожидаешь этого начала проекта? Насколько? Паша-то за это скажет. Готовлюсь, просто готовимся и ждем старый дебют. Я знаю, ты же не просто, да, спортсмен, ты, оказывается, еще и тренируешь, да? Правильно, да. Вот расскажи о своей этой профессиональной деятельности, но уже в качестве тренера. Кто у тебя твои подопечные? Подопечные, это, в частности, это дети и подростки. То есть, основная масса подростки и дети. Это от 8 до 18, можно сказать, лет. 18-17, да, 17-18 лет. Ты еще сам спортсмен, а вот что тяжелее, тренировать или все-таки быть самому в качестве спортсмена? Вот какая это профессиональная деятельность, тренерская? На самом деле, сложнее больше всего это тренировать. Потому что это ответственность не только за себя, а еще и за тех, кого ты тренируешь. Ну, ты гордишься своими ребятами? Сколько ты уже тренер? На самом деле, не так много, сколько полгода. Это полгода здесь, наверное. Год ты с молодежью, вообще с маленькими женами выступают. Ну, да, получается, полтора-полтора года. Как инструктора. Год-полтора. Ну, я скажу так, что наш эфир, к сожалению, уже подходит к концу. У нас была очень интересная беседа. Уважаемые гости, вам есть что сказать нашим телезрителям, так скажем, на прощание? Ну, я со своей стороны, как спортивный функционер и как президент федерации кикбоксинга Тверского, по привычке говорю так, Тверского регионального отделения федерации кикбоксинга России, хочу, имея такую возможность, хочу пригласить всех в залы заниматься спортом. В частности, кикбоксингом, нашим видом спорта, да, то есть, приходите, всегда будем рады видеть и вас, и взрослых, и детей, и подростков, неважно, и девушек в том числе, вот. Но, также хотелось бы сказать, спорта как можно больше в нашей жизни должно быть, и не только кикбоксинга, и других видов спорта, и просто физкультуры, и посыл нашего президента Российской Федерации таков, да, то есть, массы, спорт в массы, соответственно, как бы, приходите, занимайтесь, тренируйтесь, ведите здоровый образ жизни. Это вот, наверное, самое основное, что нужно в современное, согласно реалиям, время. Буквально 10 секунд вам. Да, просто зрителям хотел бы сказать, чтобы поддержали проект тем, чтобы следили за новостями, ну, и я думаю, что как, ну, не тверским, да, жителям должно быть. Проект максимально интересен, потому что и родоначальники, и участники, и, в принципе, локация, это все будет в Твери, вот, это должно быть максимально интересно. Я думаю, следите за новостями, наблюдайте, вот, постараемся вас порадовать максимально. Все лучшее Тверское, как говорится. Спасибо вам большое за интересную беседу, обязательно, я думаю, еще встретимся. До свидания.